Давайте перейдем непосредственно к настройке интерфейса сайта. Для этого нам нужно кликнуть по вкладке Time Option. Как вы видите, перед нами открылась область с разделами. Каждый раздел отвечает за конкретный блок лендинга. Давайте начнем с первого раздела, с помощью которого мы настроим шапку сайта. Итак, кликаем по первому разделу. Как вы видите, первый раздел состоит из трех полей. Это номер телефона, название кнопки и ссылка перед рейсацией для кнопки. Давайте введем номер телефона, название кнопки, а с полем ссылка, в котором должен отображаться адрес страницы, куда нас будет вести данная кнопка, мы разберемся чуть позже. Вот так. Теперь давайте сохраним изменения и перейдем назад во вкладку Time Option, а затем кликнем по второму разделу настройки слайдера. Во-первых, для того, чтобы активизировать слайдер, нам нужно перевести вот этот маркер в активное положение. Посредством клика подниму левой кнопкой мыши. Вот так. Посмотрите, наш слайдер появился на сайте. Далее вот в это поле поставьте количество слайдов, которые хотите отображать в слайдере. Я оставлю три. Теперь давайте я немного расскажу вам о работе слайдера. Дело в том, что этот слайдер отображает не совсем загруженные изображения с заголовком и описанием. Данный слайдер отображает превью записи, то есть фон слайда это аватарка записи, заголовок слайда это название записи, а под заголовок это часть текста записи. Итак, для того, чтобы создать наш слайдер из трех слайдов, нам нужно завести три записи. Что мы и сделаем. Итак, давайте теперь сохраним все изменения, которые мы внесли и перейдем в консоль редактирования для того, чтобы создать три записи. Для перехода во вкладку записи мы кликаем по ней. Как вы видите, у нас уже здесь имеется одна шаблонная запись. Давайте удалим ее. Для этого наводим на нее курсором мыши и на появившейся экспресс панели кликаем по кнопке удалить. Как вы видите, теперь у нас нет ни одной записи. Давайте создадим первую. Итак, для создания записи кликаем вот по этой кнопке. Перед нами открылась панель создания записи. Итак, я создаю лендинг для фотосалона. Соответственно, на слайдере я хотел бы презентовать основные услуги. Это студийная фотосессия, выездная фотосессия и мероприятия. Причем смотрите, запись, которую вы опубликуете, последней будет отображаться на слайде в первую очередь. Кстати говоря, заранее скажу, что все материалы, используемые при создании нашего лендинга, вы сможете найти в описании по ссылке материалы сайта. Итак, давайте для начала создадим запись, презентующую фотоуслуги на мероприятиях. Нам нужно ввести вот в эту область название, то есть заголовок слайдера. Например, выезд на мероприятие. Далее нам нужно создать подзаголовок, то есть описание для слайда. Поэтому мы введем вот эту область, свадьбы, юбилеи и дни рождения, это все ко мне, вот так. Далее нам нужно создать рубрику, к которой будут относиться записи, предназначенные для отображения на слайдере. То есть с помощью этой рубрики я привяжу запись к слайдеру. Итак, для создания рубрики мы кликаем вот по этой ссылке, а затем в появившейся области вводим название рубрики слайд. После чего кликаем по кнопке добавить рубрику. И как вы видите, рубрика появилась у нас на сайте, и наша запись автоматически привязалась к этой рубрике. Далее нам нужно загрузить аватар изображения этой записи. То есть то изображение, которое будет отображаться в качестве фона конкретного слайда. Для этого мы кликаем вот по этой ссылке, а затем загружаем изображение, после чего кликаем по кнопке установить изображение записи. Теперь для сохранения записи мы кликаем по кнопке опубликовать. Посмотрите, наша запись опубликовалась, так как кнопка опубликовать изменилась на обновить, и отобразилось соответствующее сообщение. Итак, первая запись у нас для слайдера уже есть. Теперь давайте создадим вторую запись. Кликаем по кнопке добавить новую. Итак, посмотрите, я ввел заголовок и подзаголовок для слайдера, то есть заполнил поля названия и описания записи. А также отнес данную запись к рубрике слайд, просто поставив в необходимом чекбоксе галочку. Также я подгрузил аватар изображения и сохранил изменения. Теперь давайте добавим последнюю третью запись по известному уже вам алгоритму. Итак, я создал все три записи. Теперь мы переходим в панель настроить во вкладку Time Option и выбираем настройки слайдера. И вот мы снова вернулись к настройкам слайдера. Теперь из вот этого раскрывающегося списка нам нужно выбрать категорию записей, которые мы хотим отображать в слайдере. Давайте выберем слайд. Вот так. Посмотрите, как все классно выглядит. Теперь поговорим по поводу кнопки слайдера. На слайдер можно установить кнопку, кликнув по которой пользователь перейдет в нашу запись или пост. То есть как бы откроется дополнительная страница. Этот функционал подходит для многостраничных сайтов. Но мы разрабатываем лендинг, поэтому переадресация на записи или страницы нам не очень подходит. И поэтому я не собираюсь отображать ее на сайте. И не буду присваивать этой кнопке никакого названия. Но тем не менее, она все равно будет отображаться с шаблонным названием RedMore. Данный функционал мы скроем на последнем уроке. Если же вы хотите, чтобы происходила переадресация на дополнительную страницу в виде записи, то введите вот в это поле название кнопки и она отобразится на слайде с новым названием. Теперь давайте сохраним изменения. С настройкой шапки сайта и слайдера мы закончили. Далее нам нужно перейти к настройке следующих блоков. Об этом и поговорим на следующем уроке.